Утренний шоу включаясь продолжается. Начинается новый день и естественно не забываем про такой важный момент этого дня, как завтрак. Да, утренний завтрак это та вещь, которая может принести вам бодрость и наполненность на целый день. И сегодня, естественно, мы будем это делать под чутким руководством нашего профессионала. У нас в гостях сегодня бренд-шеф Артём Ракетский. Артём, доброе утро. Доброе утро, Артём. Доброе утро. Так, давайте для начала сразу определимся. У нас не так много сегодня ингредиентов. Обычно вот эта вот барная стойка заполнена в прямом смысле продуктами. Барная стойка? Барная стойка. Но сегодня всего лишь три. По пятницам это барная стойка. Да, это уже внутренняя момента. Этого не видите. Итак, что готовим? Ну, сегодня мы приготовим домашний крем-фреш с ягодами компоте и гранолой. Что такое компоте? Это компот? Нет, это не компот. Можно сказать, попросту говоря, это ягодное варенье. Да, но оно готовится немного иным способом с добавлением пектина. По ингредиентам пройдёмся. Собственно, у нас есть ягоды, у нас есть гранола. И что это? Так, это домашний крем-фреш. Суть его в том, что мы перезаквашиваем белорусский греческий йогурт. Я считаю, он лучший йогурт, который только есть. С добавлением сливок мы в правильных пропорциях 1 к 5 всё это дело замешиваем. И он ночь. То есть ферментируется, перезаквашивается. Становится такая насыщенная, сливочная, с текстурой такого крем-сыра основа, которую потом можно использовать в принципе многогде. Например, как сегодня мы приготовим с ягодами компотой и гранолой. На основе этого крем-фреша можно делать всяческие творожные запеканки, например, добавлять в соуса. Ну, очень универсальная вещь. Мне вообще, знаете, какое нравится словосочетание? Белорусский греческий йогурт. Белорусский греческий йогурт. То есть с вечера берем греческий йогурт со сливками 1 к 5 замешиваем, оставляем на ночь в холодильнике. Нет, при комнатной температуре. А, при комнатной температуре. Чтобы заработали все бактерии внутри этого. Господа теоретики, можем ли мы чисто теоретически перейти к практике? А то у вас такая светская беседа. Йогурт же нужно приготовить, чтобы... Ферментироваться? Давайте подождем. Мы уже подождали. Итак, раздавайте задание, Артем. Что делать? Во-первых, надо взять сервировочную тарелку, взять столовые ложки. Пожалуйста, тарелка у нас есть. Столовые ложечки взять, да, и начинать непосредственно собирать наше блюдо. Ну, это достаточно простая история, достаточно просто все дело, как говорится, подготовить. Я не сказал про гранолу. Это домашняя гранола. Готовится она тоже очень-очень просто. Берутся овсяные хлопья, а-ля геркулес. Туда добавляются все различные любимые каждому орехи. Это грецкий орех, это может быть кэшью, это может быть кедровый орех. Так что добавляется вяленая клюква, мед, сгущенное молоко, сливочное масло. А изюминкой в моей граноле это ферментированный солод. Опа! Ферментированный солод, который также вмешивается в основу этого чудесного ингредиента. И, соответственно, все это дело выпекается при температуре 165 градусов в течение 40 минут. Каждые 15 минут все это просто перемешивается. И мы получаем хрустящую домашнюю гранолу. Это все делается в духовке, да? Все в духовке. Вообще в конце сегодняшнего выпуска вас ждет викторина, на которую нужно будет ответить по поводу гранолы. Ну что, есть у нас приборы. Для начала мы берем непосредственно крем фреш. И нам нужно вот таким вот легким, ни к чему не обязывающим движению все это дело сервируем сюда. Далее у нас есть непосредственно ягодное компоте. В двух словах это, в принципе, любые свежемороженные ягоды, которые есть, наверное, в любой морозилке дома. Может быть, вишня, черная сморозина, черника, клубника, голубика, без разницы что. Мы берем 300 граммов ягод, добавляем туда примерно 50 грамм сахара, все это дело перемешиваем и оставляем на час, чтобы они слегка подтаяли. Далее нагреваем до температуры 50 градусов, примерно, плюс-минус. Вводим пектин, примерно 2-3 грамма на это количество. Пектин, да, вот пектин. Это загуститель, нет, это загуститель. Яблочный пектин еще попросту называется. Добавляем, доводим до кипения, компоте готово. Надо дать ему стапилизироваться ночь в холодильнике. Знаешь, я вот думал, когда мы смотрели на все ингредиенты, у нас было всего 3 ингредиента, и мы вначале думали, ну сегодня будет простой завтрак. Быстрый. А отказалось-то с вечера, начиная с готовки. Короче, готовится все за 5 минут, а приготовление засухи. Самое, что важное, ну я вообще, ну я думаю, у каждого есть такая ситуация, когда просто-напросто лень готовить с утра, либо мало времени. Но мы делаем хорошую активную подготовку с вечера. За благовременно. Когда мы еще полны сил. Это просто в течение там 2-3 минут засерверат на тарелку, и прекрасно. Ну вот, кстати, нужно сказать, что у нас на телеканале Беларусь-2 совсем скоро выходит новая программа. И, Артем, как раз таки вы там будете главным действующим героем. Программа называется «Смачно есть». Расскажите более подробно, про что эта программа, какие рецепты там можно будет увидеть, и когда ее смотреть, самое важное. Ну на самом деле программа потрясающая. Это все листвование меня как шефа. Я сторонник такого понятия, как современная белорусская кухня, новая белорусская кухня, где в основе всегда лежит белорусский продукт. Потому что я уже более 10 лет трепетно изучаю, езжу по всяким фермерам, производителям, где ищу вот этот вот наш исконный белорусский продукт, чтобы как-то по-новому его прочитать в ресторане. Ну, здесь, наверное, очевидно все. И проект действительно, как говорится, все приходит тогда, когда надо, что я могу олицетворить свои действия, где мы ездим по Белоруссии, ищем уникальных фермеров, где растят белорусскую спаржу, где разводят белорусских улиток, где производят потрясающее сливочное масло, например. Либо как потрясающая брасловская рыба. Мы ищем, находим, едем, знакомимся, показываем, как это все производится и растится. Ну, и непосредственно уже я беру этот основной ингредиент и готовлю из него блюда современной белорусской кухни. То есть мы правильно понимаем, что благодаря программе мы сможем еще раз убедиться, что белорусские продукты, они очень высокого качества. Конечно, конечно. Я считаю, что за этим огромное будущее, и у нас действительно очень много фермеров, про которых мало кто знает, и именно за счет этой передачи я могу показать, что у нас много чего есть интересного в плане продуктовой. Артем, вот вы так вкусно рассказывали про эту программу, уже не терпится ее посмотреть в эфире телеканала Белорусс 2. Ну, а пока мы сервируем, предлагаем посмотреть промо-ролик этого проекта. Субтитры сделал DimaTorzok Что-то докупать. А наоборот, пускай к нам приезжают, еще раз, вот благодаря этой программе люди смогут убедиться, что здесь самая вкусная еда. Смашно есть, и хочется сказать. Правильно. Как и смашно есть, и мы будем сегодня в эфире проект «Включайся». Ну, это если когда-нибудь мы помимо клярки что-то еще добавим. Клярки? Клярки. И вы включитесь, возьмете ягодное компоте, желательно с минимальным количеством жидкости. Попробуем. И рядышком, ну, как вы, вы же для себя готовите. Так, для себя. Ну, если для себя, я прямо с тарелкой готов. И рядышком с нашим домашним крем-фрэшем выкладываем ягодное компоте. Вот так. Смелее, да. Еще можно добавить. Я художник, я так вижу. Артем, а вот пока Артем, а пока Артем выкладывает, да, а что вот бренд-шеф, его типичный завтрак. Вы же всех радуете такими невероятными сочетаниями вкусовыми. А что бренд-шеф ест на завтрак? А что бренд-шеф ест на завтрак? Ну, вы знаете, на самом деле все зависит от настроения. Ну, оно у меня всегда, я стараюсь больше, чтобы оно у меня всегда было хорошее. Ну, классика – это хороший, правильно приготовленный омлет. Это обязательно. Ну, и всевозможные каши, то есть я, честно, не заморачиваюсь там дома приготовлением завтрака, потому что, во-первых, мало времени, во-вторых, эти сборы в школу – это вообще шоковая терапия. Я уверен, что многим нашим зрителям это знакомо, поэтому финальный штрих, я так понимаю, нашего приготовленного блюда – это мы берем домашнюю гранолу, про которую мы рассказывали, и вот так красиво… Присыпаем сверху, да. Присыпаем. Да, на самом деле блюдо… Готово. Оно готово, да, потому что здесь есть все текстуры, есть хрустящая основа гранолы, есть сливочность и кремообразность крем-фрэша, и есть так называемая такая упругость ягод. Я считаю, что, ну, это вообще идеально исполненное в плане текстуры блюдо и вкус. То есть мы с Артемом справились на… от одного до пяти? На пять. Прекрасно, шикарно, как приятно получать комплименты от бренд-шефа, да, друзья. Профессионала. Ну, а мы благодарим бренд-шефа Артема Ракетского за этот уникальный рецепт, которым он с нами сегодня поделился. Артем, хорошего дня. И вам спасибо большое. Раз, два, три. О-хо-хо, давайте, поехали. Так, интересно. И стыдно тебя, когда два взрослых человека смотрят, как ты ешь. Жан Викторович, ну ложка одна была. Ни в коем случае, я подготовился. Здравствуйте, мой дорогой. Ну ладно, как говорится, попробуем сам. Дай, коллеги. Очень интересная история вот с греческим йогуртом. Вкус его базовый угадывается, но он другой. Я только расскажи. Он другой. Он другой.